итак друзья подписчики и гости моего канала я вас всех приветствую сегодня очередная распаковочка посылок с сайта aliexpress вот сегодня ко мне приехали наушники вот это кстати скорее всего последняя посылка в этом году вот так как до нового года осталось два дня вот завтра будет суббота а воскресенье почта не работает поэтому скорее всего это будет последняя посылка вот сегодня ко мне приехали наушники фирмы козы засти вот сейчас мы раскроем посылку все как обычно вот прежде хочу сказать то что посылка ко мне приехала за 15 дней вот это нормально самом деле вот как я уже говорил посылки с трек номером на конце которого написано допустим hk да то есть это гонконг вот едут значительно быстрее если написано две буковки в конце такие как cn то есть china вот но это что касается посылы которые бесплатные то есть неоплачиваемые вот как бы так ну давайте короче вскроем посылку посмотрим кстати очень классно то что в конце года приехала такая посылка потому что музыку через наушники слушая более 15 лет вот если не больше поэтому это такая знаете значимая посылка которая надеюсь много что изменит в моей жизни я как бы на хожу в нож в большую часть времени на самом деле в принципе чуть ли не постоянно как только на улице ухожу все время в наушниках вот такая вот пупырка нас встречает я немножко приболел поэтому говорю чуть-чуть в нос поэтому извините меня пожалуйста заранее вот вот такой мануальчик да получается все у нас тут контакты указаны я так думаю продавца скорее всего да вот можете посмотреть получается это для какого-то там заполнение наверно да может быть обратная какая-то связь что-то типа этого вот у нас такая встречает веселая ружица то есть типа оцените весь наш сервис да вот скорость да то есть ну короче все эти дела короче трейдинг там все дела как бога спасибо там мой дорогой друг да вдруг с большой буквы они это любят вот ну короче понятно давайте сразу приступим к наушкам наушники получается как я уже сказал фирма козет z и ст вот такая коробочка кстати очень такая солидная смотрите все так запечатано классно кстати закалывая их вместе с микрофоном вот да у меня немножко пальцы черные но после работы извиняюсь вот классная коробочка на самом деле смотрите ничего не помято то есть прям очень идеально вот здесь все характеристики этих наушников указаны меня сегодня даже зум не подводит очень точнее фокус зум так вот до характеристики нас сопротивление так получается сопротивление децибелы 35 получается разъем у нас такой да а 20 до 40 тысяч чистота так хорошо так сейчас я это вскроем наушники кстати 2 драйверные вот до этого до этих наушников да я ни разу не пользовался наушниками с драйверами внутри вот для меня то есть это просто найти такой некий новый уровень на самом деле прослушивание музыки вот открываем коробочку вот они какие прекрасные красивые наушники вообще просто офигенная просто вот так вот просто так поставить и любоваться короче весь оставшийся год и без следующий да так вот такая у нас вообще смотрите как круто все упаковано прям мне вообще безумно нравится упаковка вот просто за одну упаковку можно все пятерки ставить если честно вот так нас встречает вот сами наушники вот такая вот у нас специальная формочка есть для этих наушников до закалывая с микрофоном да вот потому что честно говоря почему-то с микрофоном дешевле чем без микрофона я кстати немножко даже удивился потому что мне микрофон как бы не очень уже потому что знаете ну не люблю когда меня от музыки отвлекает честно говоря начинает звонить да то есть приходят с уши и вытыкает да получается там отвечать на звонок сидела вот у нас кабель кабель нас силиконовый вот то есть это именно тот кабель который не запутывается никогда ни при каких обстоятельствах вот у нас такой вот кабель так фокус ты справлялся давай работай давай работай фокус какого хрена так вот можете видеть да все у нас в идеальном состоянии штекер получается у нас L-образный вот с тремя этими контактиками вот так что давайте короче сейчас мы их развяжем вот такое первое вскрытие так 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 длина кабель у нас составляет 1 и 2 метра вот у нас по всей длине смотрим все у нас крутенько вот здесь такая вот у нас есть развязочка которая не регулируется в принципе этого запаса мне кажется будет хватать за глаза то есть здесь все предусмотрено это вам не какой-то там ну кто-то до сих пор китай кстати не верит так 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 вот у нас есть сам я так думаю микрофон получается вот она кнопочка ну как бы нажимать то есть все нормально это будет нужно будет проверить вот у нас такой вот видите кстати гнется специально то есть как раз данные наушники до рекомендуют как бы ну за уши одевать здесь должны были кстати быть как бы противовеса да но их почему-то нету наверное там модель просто другая поэтому наверное не предусмотрим просто так с кабелем пока что все показал так это у нас я так думаю сменные как правильно называть амброшюры или как да именно они да тут я так думаю скорее всего на самих ножках средний до сразу надета здесь есть самые маленькие да и самые большие на самих ушах средние я обычно использую сам маленький то есть мне наиболее комфортно да именно в них слушать музыку то есть мне ухо ничего не давит получается не выпадает самое то то есть это как бы такой размер идеально подходящий к моему вот давайте теперь посмотрим сами наушники вот так вот их скрываем так здесь мы видим надпись заести хай фай арматур но получается два драйвера да там как раз таки арматурный какой-то еще то есть тут как бы такой гибрид именно поэтому как бы кто-то говорит что они очень хреново и на самом деле они могут быть очень хреновым если кабель неправильно втыкнуть то есть здесь стать это имеет немаловажную роль немаловажную роль играет вот мы разумеется это все подключим правильно но не знаю я думаю не с первого раза потому что я не знаю как это будет именно вот хотя вот так это все делаю втыкается так не втыкается нам не толку скорее всего возможно либо они очень-очень жесткие скорее всего да они кстати если честно да они очень жесткие прям капец он я даже боюсь сломать честно говоря так чтобы было видно вот короче у нас разъемчик вот втыкнули так я я на самом деле не знаю правильно я втыкнул или нет вот то есть это будет известно только после того как я прикинул к уху да получается это я сейчас сделал на как бы левое ухо да я просто не знаю как расположение будет ну вроде как все правильно да вроде как так должно быть располагаться в левом ухе вот короче говоря я я на буду слушать да я прерыву видео да и потом поделюсь с вами своими впечатлениями то есть об этих наушниках вот так что сейчас все послушаю да и потом все расскажу как оно было ну что ж друзья вот я короче вернулся к вам вот я короче где-то около 30 минут слушал данные наушники вот как можете видеть я заменил обрешуры да вот поставил самые маленькие то есть как я уже говорил в них удобнее всего слушать вот короче говоря чтобы вы не запутались будущем да разумеется первый раз я воткнул их неправильно вот вот так сейчас я вам покажу вот с этой стороны видите вот буковка l до написано то есть левое ухо вот то есть чтобы не запутаться да просто можете вот данный наушник вставить в ухо да вот точнее но сначала прикинуть да как он если нормально стоит в ухо да все значит вы не ошибетесь и подключите вот допустим это левый да и берете левый штекер втыкаете вот втыкаете разумеется но здесь не запутаться то есть вы можете не можете втыкнуть вот так вот то есть именно вот так втыкнется с этой стороны потому что вот так туху ваш идет вот как раз левое ухо вот что касается звука как бы вам сказать то на самом деле сейчас глупо делать какие-то такие резкие выводы да насчет звука потому что наушники в первую очередь они еще пока что не раскачались вот есть такое понятие как раскачка наушников до колонок и так далее вот что хочет сказать сразу да как я только и хватнул узнаете диапазон звучания у меня в принципе даже поразил на самом деле то что многие звуки стали слышны как-то более отчетливо что ли вот но когда их подсоединил получается у меня настройка была вот под эти наушники это у меня philips и ши 8000 вот так сейчас можете вида вот ши 8000 фирмы philips вот и короче говоря у меня разумеется стоял на стройка под эти наушники такая была стройка вот и когда я включил эти наушники стоя настройка да я разумеется был просто уверенно все сто что звук будет абсолютно не тот либо не совсем тот вот что можно сказать звук был зашкаливаю зашкаливали высокие что ты высокие средние басы блин практически вообще исчезли если честно вот но детальность звука да глубина и вообще ширина то есть вся вот это вот как сказать не знаю даже как объяснить вообще детальность звука стал лучше если честно вот то есть звук не такой сжатый как с philips с теми же самыми вот но разумеется на раскачку да на под тройку эколайзера да то есть нужно убить какое-то время разумеется это под любые наушники то есть когда вы покупаете новые наушники разумеется приходится тратить время и все настраивать вот но я буквально там минут десять и вот посидел до сока лазером то есть и начал наруливать что-то что-то интересно на самом деле то есть я думаю что эти наушники им как бы будет место вообще и в моей коллекции то есть и в будущем я буду слушать по-любому потому что они в принципе поддаются настроек и как и все остальные наушники самое главное то что у них есть вот этот диапазон до звучание есть детальность звучания то есть вот это очень радует на самом деле то есть за такую цену да то есть эти наушники отыгрывают мне кажется уже отыгрывают даже без настройки отыгрывают очень классно вот они получается если сравнить с этим наушники на вот philips 8000 то эти наушники они дешевле на рублей триста четыреста вот где-то так хотя это модель намного новее чем вот вот эти мои philips и поэтому это зачет определенная как бы да так что что могу сказать в принципе дизайн сам видите да очень крутой вообще очень такой и позитивненький то есть все еще очень круто на самом деле зиона вот так что буду слушать до проверять микрофон кстати что касается микрофона да можно с помощью него не только отвечает на звонки да можно останавливать одним щелчком музыку да если его долго зажать то можно телефон перевести в режим блокировки вот то есть ну кому-то может пригодиться да то есть допустим хотя знаете если честно вот вы нажмете кнопку остановите песенку да наушники вам не позволит ничего услышать потому что они были на ней если честно они очень сильно добавляет вауку вот в них практически ни хрена не слышно вот вот в этих моих да наушниках в не как бы слышно да что то то есть если сделать ему закупать ише то можно услышать там ну рядом стоящего человека что она же говорит вот в этих ножках я не знаю такое ощущение что они просто тебя полностью изолирует от окружающего мира это немножко честно говоря пугает вот потому что ну всяко будет на улице как бы все-таки там и движение да то есть и автомобили и все на свете как бы да и поэтому как бы кто будет покупать наушники как бы ну поосторожнее да имейте ввиду что они как бы очень хорошо так звукоизолирует ваше ухо от от улицы от всего вообще вот так что блин на самом деле мне все все что пока что происходит с этим ножкой по настройке до про по прослушиванию да то есть мне нравится на самом деле с ними можно работать их можно настраивать и так далее так что блин ну все работает на самом деле оба ухо работают да я надеюсь все драйвера работают настройки они поддаются да ну нас на самом деле насчет звука да как ты его настроишь да так и будешь слушать на самом деле то есть наушники просто средства да для музыки до чтобы прослушивать вот но они настраиваем они И многие частоты поддерживают, да, многое звучание, то есть даже мельчайшую хрень, да, они выдают. Они очень, кстати, громкие. Они громче, чем эти, точно говорю. Очень громкие. На 3-4 ступени где-то. Вот. Так что, в принципе, все на самом деле. Буду слушать, буду тестировать. Вот. Продавцу, китайцу огромное спасибо за товар. Вот. А вам же, мои дорогие телезрители, хотел бы сказать, ну, ласковые слова, но скоро Новый год, через 2 дня буквально, да, уже. Поэтому хочу, чтобы в новом году у вас за здоровьем все было отлично. Вот. Хочу, чтобы 2018 год был намного лучше, чем 2017, потому что этот год, 2017, просто ужасный. Просто ужасный год. Пускай он просто уходит подальше, да, побыстрее и никогда больше не возвращается. И чтобы наподобие ничего не было больше, нахер. Вот. Так что, все. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. И спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok